Итак, всем привет, с вами Добгай, и мы начинаем обзор нового DLC, а также, в принципе, изменение игры с новым патчем. Если вы тут впервые, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать другие интересные и полезные видео. К примеру, я собираюсь чуть позже выпустить гайд по международному рынку, новым дивизием с измененными доктринами, а также концерном. Поехали. И начнем мы, пожалуй, по порядку. Концерны. Это очень интересная механика, еще представить получше изучить и найти, что сломано в ней, что слишком сильно, что бесполезно. Но сама механика очень хороша и намного лучше, чем то, что было раньше. Теперь есть какое-то пространство для билдов, выглядит все намного интереснее, чем просто выбор какого-то одного концерна. Плюс не надо теперь постоянно иметь концерны, если вы хотите, допустим, к разным орудиям получить разные бафы. То есть раньше вы, условно говоря, брали пехотное оружие, исследовали пехотку, брали потом артиллерию, исследовали артиллерию, иначе бафы не работали, это было очень криво. Но есть, как говорится, в этой новой механике большой нюанс. Классическая лень парадоксов. С этой новой механикой старые фокусы взаимодействуют примерно никак. К примеру, берем шведские фокусы, и здесь взаимодействие с этой механикой 17 только с финансами концернов. У концернов есть такой новый параметр, но опять-таки, здесь мы не будем сильно много говорить о том, как что это работает, но это будет, скорее всего, отдельное видео. Теперь смотрим, сколько взаимодействует с новой механикой у других стран. Сколько у Германии? Правильно, ноль. Сколько у Британии? Правильно, ноль. У США тоже ноль, но есть фокус, который называется финансирование, поэтому нам его нашло. В общем, вы поняли, как была эта механика сделана. Абсолютно полностью игнорируются старые страны. Красивая механика только с новыми вот этими странами, которые выпустили в DLC. Все остальные страны как будто про эту механику еще не знают. Получается, у нас старые фокусы, которые, казалось бы, должны давать какие-то бонусы. К примеру, здесь посмотрим, есть авиация, есть тут танки всякие, есть тут разные договоры, армия. Все это в теории должно давать какие-то бонусы к этим новым механикам, но нет. Мы маленькая иди-студия, платите деньги, покупайте DLC. Но можно сказать о новых фокусах. А их добавили, ну, достаточно много для всей Скандинавии, в принципе. Тут все тоже достаточно дефолтно. Берется страна, которая до этого не имела особых дебафов, ничего. Ей накидывают страшных дебафов, в принципе, все как обычно. И потом вы по фокусам их исправляете. И потом накидывают бафы. Но с бафами есть нюанс. Вот это обычная моя партия, которая была на стриме недавно за Данью. И бафы просто неадекватны абсолютно. Я не знаю ни одну страну в ваниле, которая имела бы столько бафов на все подряд. Это просто действительно неадекватно. И это просто Дания. Открываем Финляндию, смотрим финскую армию, смотрим тут финский ВВС. Просто все подряд невероятно-невероятно перебафано. Просто поищите и вспомните хотя бы какие-то старые страны, которые имеют что-то хотя бы похожее. Их нету. Этот баланс сил, к примеру, вообще смешной, кто захочет идти влево, когда здесь такие дебафы к экономике всего лишь за 10 исследований. Это абсолютно имеет ноль логики. Ну и в Швеции тут тоже куча всего, но это не так сильно важно. Важен сам факт того, что бафы есть и они просто гигантские и абсолютно неадекватные. Ну и по дипломатии и политике тут все достаточно дефолтно, все сводится к объединению Скандинавии и каким-то викинским замашкам. Еще добавили 4 решения на формы разных стран, которые выглядят достаточно смешно, что они все одновременно здесь доступны и типа выбирай, что ты хочешь сформить. Будто они говорят, вот смотрите, мы столько всего вам сделали, смотрите, как мы сильно поработали над этим DLC. Ну и еще здесь есть вот эти фокусы общие для всей Скандинавии, то есть если Скандинава как-то вальян заходит, то вот эти вот бафы работают на все страны и соответственно исследуются любыми странами. Эта механика успешно взята из модов и я честно говоря не представляю, где это может быть использовано, когда вы захотите брать эти фокусы, потому что в МП, если вы чисто с игроками играете на Скандинавии, это может быть полезно и прикольно, но с ботами, ну кому нужно бафать ботов, когда можно получить вот эти вот имбалансные бафы себя. Так что что-то вроде такого, знаете, красиво, смотрите, что мы тут придумали, как классно. Да нет, это достаточно обычно и бесполезно. Ну и последняя механика на сегодня, это как раз таки международный рынок. Тут еще многое не известно на самом деле, потому что выглядит пока что механика очень обузной, нужно ее изучать получше, я думаю в МП эти механики будут скорее всего баниться, либо как-то очень жестко ограничиваться, потому что вы можете обменивать ваше производство на постройку. То есть вы можете строиться еще быстрее, если вы на это тратите какое-то снаряжение. А при этом есть снаряжение достаточно дешевое, а боты достаточно активно его покупают. То есть смотрите, я на Дании, получается здесь огромный избыток приема производства, который немножко бафает скорость вашего строительства. Вот так вот это работает, сюда дополнительно добавляется вот это вот производство. То, как это точно работает, мы поговорим попозже, но я могу сказать только то, что торговля еще это бафает. Так что в целом, если у вас много промышленности, вы будете еще сильнее. Пока что это выглядит как просто кнопочка международный обуз. Ну ладно. Какие можно сделать общие выводы? Ну, DLC на уровне как обычно. Ленивые проходы хотят денег, не хотят ничего делать. Знаете вам красивые страны, покупайте эти новые красивые страны с этими новыми красивыми бафами и новыми взаимодействиями с новыми механиками. Как раз такие механики, это отлично на самом деле, очень интересно видеть какие-то новые механики, потому что игра должна как-то развиваться, какие-то новые вещи должны появляться, иначе она слишком быстро наскучит. Они добавили очень много странств для каких-то новых вещей, это звучит прикольно. Но есть нюанс, механики надо интегрировать во всю игру и во все страны, а не так, что только новые страны, которые только что выпущены были, могут что-то с этим делать. Понятно, что в принципе механика доступна для всех, понятно, что вот эти вот все производители есть у всех стран, но никакие фокусы и решения с ними не взаимодействуют, и кажется, что это просто реальная механика для новых стран. Новые фокусы назвать балансами просто невозможно, потому что здесь какие-то неадекватные бафы, экономика на дань у меня была просто дикая какая-то. Я думаю, на других странах будет только еще сильнее. В общем, если вы хотите потратить деньги на этот DLC, лучше потратить их на что-нибудь полезнее. К примеру, купите игру ящеры против русов. Ну а с вами был Дубгай, обязательно, ребят, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео по новым механикам и в принципе любые другие интересные и полезные видео. Ставьте лайки, делитесь комментариями, делитесь ваше мнение по поводу новых DLC и патчей. В описании также Twitch, Discord и Boost. До скорой встречи, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok